Ежегодно в области регистрируют более 20 случаев заболевания энтеровирусным сирозным менингитом среди детей школьного возраста. Пути распространения этой инфекции – вода, несоблюдение правил личной гигиены, пребывание детей на территориях, обсемененных этим вирусом. По состоянию на утро сегодняшнего дня в 14 учебных заведениях города Запорожья зарегистрировано 19 случаев сирозного менингита, что незначительно превышает средний многолетний уровень для данного времени года и для данной территории Запорожской области. Сразу говорю, это не возникло внезапно, это не экстренная ситуация. По словам заведующей кафедры детских инфекций Запорожского медуниверситета Елены Усачевой, этот вид заболевания у детей протекает в легкой и средней форме и не дает осложнений. Сейчас все дети, заболевшие менингитом, находятся на карантине под наблюдением специалистов. В школах проведены проверки и профилактические мероприятия. Учебный процесс не прерывался. Менингит – это воспалительные изменения на мозговых оболочках, которые могут быть связаны с вирусами, с бактериями, и проявляются повышением температуры, проявляются выраженной головной болью, рвотой, возможно, катеральными явлениями, возможно, диареей, возможно, усилением рвоты. В данном случае мы имеем дело с энтеровирусными сирозными менингитами. Еще одно вирусное заболевание, которое дает тяжелые осложнения – полиамилит. Два случая уже зарегистрированы в Закарпатской области. В Запорожье таких случаев пока нет, но нет и необходимых вакцин. По словам заместителя главного государственного санитарного врача Запорожской области Александра Мощака, на днях в наш регион должны поставить необходимое количество вакцин против этого заболевания. Для того, чтобы избежать в дальнейшем паники, мы сейчас попросим соответствующие заинтересованные медицинские организации обеспечить доступ к публичной информации, все рекомендации, симптомы. И мы надеемся, что это не послужит поводом для паники среди жителей Запорожской области.